Севастополь Подводная археология изучает следы материальной культуры на морском дне. Это может быть все, начиная от кораблей и заканчивая затопленными поселениями и сооружениями. Все следы человеческой деятельности, любые предметы, которые могли остаться на морском дне от пребывания человека, они все изучаются методами подводной археологии. А так как Севастополь — это прежде всего порт, это крупный порт, и по протяжении всей своей истории он являлся ключевым пунктом на территории Крыма и всего северо-причерноморского региона. Соответственно, вся его история связана с морем, и огромное количество артефактов сейчас находится под водой. Для этого необходимо какое-то специальное оборудование, да? Вот оно есть? Для этого не только нужна специальная оборудование, для этого специальные нужны методики, методики использования этого оборудования, методики обучения персонала работе с этим оборудованием. Это я даже не говорю о том, что элементарные знания, если, допустим, изучать аквалангист, он должен получить специализированную подготовку для того, чтобы работать под водой. А такие исследования подводные, они ранее уже проводились? — Ну, вообще, подводная археология уже насчитывает в своей истории более ста лет. Это вот, если говорить о каких-то более-менее научных исследованиях. А интерес к подводным артефактам, он, в общем-то, еще с античного времени, так скажем, идет. Ну, или, во всяком случае, в Петровские указы говорят о том, что собирать древности на земле и в воде, и под водой. — Я имею в виду у нас, в акватории, в Севастополь. — Ну, в Севастопольске древности под водой начали изучаться с начала 30-х годов. То есть, можно считать, что в начало этому положил профессор Константин Эдуардович Гриневич, директор Херсонесского музея в то время. Вот он как бы провел первую экспедицию вообще не только, наверное, в Севастополе, но и в Крыму. Вообще, это был такой новатор. Была очень проведена интересная экспедиция, был снят фильм. Вот, представляете, в начале 30-х годов был снят уникальный фильм вот об этих исследованиях. Причем, снимала его Ялтинская киностудия, вот, руководил съемками «Хейфиц», там оператором был Борис Цейтлин. То есть, там очень интересный фильм. Он порядка 40 минут, немой фильм. И там вот отражены исследования иноземные, подводные. Но, в основном, он посвящен поискам подводного города на мысе Херсонес. Вообще, потрясающе, конечно, очень такие факты интересные. И вот они, как бы, вот эти вот экспедиции, она, вот, показана в этом фильме. Другое дело, что она, как бы, закончилась там, ну, как бы, немножко исследования были несколько одиозные. Но, тем не менее, как бы, вот какие-то методики и съемок под водой, и обследование территории, они были разработаны, и применялись вот в ходе вот этих исследований. Самые интересные находки, вот, может быть, современного времени, вот, нынешнего? Ну, самые интересные находки, это, конечно, вот кораблекрушения, которые были найдены. Вот одно из них было найдено в 2015 году. Это вот в районе Балаклавы, древнее судно, относящееся к эпохе Средневековья, византийский период. Это X-XI век, вот, то есть хорошо сохранившийся объект. Правда, большая глубина, что затрудняет его исследованию. Но, тем не менее, сам объект очень интересен и перспективен, наверное. Ну, да, это очень интересная наука, да, подводная археология. А вот как-то это поддерживается со стороны государства, финансирование какое-то помощь? Вот как раз вот наш коллега Дмитрий Борисович, вот, непосредственно, у нас совместные исследования проводятся, то есть Института Востоковения Российской Академии Наук и Севастопольского государственного университета, вот, Центра подводных исследований технологий, вот он может рассказать, морских исследований технологий, ну, естественно, да. Вот, то есть вот такая вот... Пожалуйста, вот ответ как раз на этот вопрос. Насколько поддерживает государство подобные работы, подобные исследования? Очень ярко можно подсветить роль государства, его поддержку всех этих начинаний. Это уровнем поддержки нашего, одного из ключевых проектов, реализуемых в университете. Сейчас это проект по созданию силами российского студенчества при поддержке профессионалов морского отрасла, созданию научно-исследовательского судна прибрежной зоны действия. Проект «Пионер-М» мы неоднократно рассказывали телезрителям здесь и докладывали на различных уровнях этот проект. Проект поддержан непосредственно президентом Российской Федерации, проект поддержан объединенной судостроительной корпорацией и агентством стратегических инициатив. Реализуется при финансовой поддержке объединенной судостроительной корпорацией и Министерства образования и науки Российской Федерации. Мы создаем судно как раз для такого рода исследований, которые осуществляет Виктор Викторович. Уровень поддержки достаточно высок. И вот на этом судне будет как раз-таки вся эта современная лаборатория? Планируется, да. На этом судне планируется размещение комплекса морских мобильных лабораторий, один из которых будет актуализирован под проведение подводно-технических работ с соблюдением всех норм безопасности человека под водой. Там будет размещен барокомплекс и водолазный пост, что позволит минимизировать риск для исследователей, которые будут работать на этих глубинах. Ну, оборудование современное, это понятно. А специалисты есть или их надо будет обучать, или они сейчас обучаются? Специалисты есть, но нужно обучать. Для этого и создан Центр морских исследований и технологий в Севастопольском университете. Руководство университета, создавая этот центр, поставило задачу создать такую инфраструктурную площадку, такую зону открытую, которая была бы интересна таким исследователям с, не побоюсь этого слова, всероссийским, а может быть и мировым именем, приезжать к нам и нам быть им интересным. И это позволит нашим студентам, находясь рядом в режиме каких-то летних школ, в режиме мастер-классов, просто находясь рядом в экспедициях в качестве волонтеров, приобретать те компетенции, которые будут им необходимы потом. И выбирать образовательную траекторию, корректировать эту образовательную траекторию, исходя из того, что они приобрели эти знания. Мы как раз и подошли к идее создания студенческого клуба «Морское наследие России». Да, такая идея у нас существует. Когда родилась идея создания его? Идея не нова. Идея эта уже в университете несколько месяцев обсуждается, но мы понимаем всю сложность, потому что все-таки исследования будут проводиться в достаточно несвойственной человеку среде, поэтому необходимы определенные навыки, программа действий, понимания, концепция. Все эти документы необходимо очень строго проработать, продумать и уже после этого приступать к реализации. Но энтузиасты, что очень радует, энтузиасты именно из числа студентов. Ну, практически полностью четвертый курс наших историков, они поддержали такую идею. Даже у них есть уже кандидатура на президента этого клуба, да, Катя Левченко. Надеемся, что при поддержке наших коллег мы такой клуб сможем создать. А самих студентах, что вы можете сказать, насколько они перспективные ученые? Это же будущее страны в науке. Я думаю, что насколько они перспективные ученые, больше скажет Виктор Викторович, он с ними работал все лето и присматривался, отбирал. То, что они талантливы, то, что они загораются, главное им показать, как правильно это делать, главное направить их в правильное русло, помочь им овладеть этими сложными знаниями, навыками, сохранить им здоровье. Вот наша задача. Задача сделать из них ученых, это все-таки школа подводной археологии, это больше Виктора Викторовича Леонидовича. Вот и перспективности. Да, в прошлом году это был у нас первый опыт, и опыт, я считаю, положительный. Раньше мы достаточно опасались привлекать студентов именно к подводно-археологическим исследованиям, потому что все-таки это такая специфическая и довольно, так скажем, насыщенная техника и какими-то там опасностями, да, эта сфера. Вот, но вот опыт прошлого года показал, что в принципе это вполне возможно, и очень ценно, что ребята, вот студенты приобретают опыт практический, потому что очень многие вопросы, да, вот морских исследований именно, они могут быть решены, и людей можно обучить только на вот непосредственном опыте, да, практическом. И вот в этом году уже эта идея расширяется. Вот, более того, мы в этом году, вот в начале июня, планируем проведение конференции достаточно большой и интересной, вот совместно Институт Востоковедения Российской Академии Наук, Государственный историко-археологический музей-заповедник Херсонес-Таврический, Севастопольский государственный университет. И это будет крупная международная конференция, посвященная вот истории Крыма, связям Крыма со странами и государствами Восточного Средиземноморья. И вот туда на конференцию мы приглашаем, я надеюсь, приедут из-за рубежа ученые, из России. Вот, и мы хотим привлечь как раз студентов, как людей, которые помогут нам вот в этой организации. Это очень большой такой опыт, вот, и участие, и организация вот таких вот крупных международных научных форумов, да. То есть вот, и это тоже как часть научных, так скажем, исследований и часть научного процесса. Вот, продолжая тему вот этого возможного сотрудничества, да, вот про Крым, про Россию уже понятно, про зарубежные сообщества. Тянутся из-за рубежа специалисты, чтобы как-то посотрудничать с нашими? Ну, я думаю, что вот сейчас мы, во всяком случае, над этим работаем. Я надеюсь, что у нас будут, да, и из Европы гости, и из Турции, и, возможно, из Сирии. То есть вот, как бы, вот мы, так как это тематически охватывает как раз именно вот эти регионы, и, соответственно, мы надеемся, что будут специалисты, вот. Как-то будете перенимать опыт, да? Нет, ну, опыт. Или они у нас. Или мы у них. Здесь, как бы, достаточно так все демократично. А вот Центр морских исследований над чем сейчас работает? Какие у вас вот сейчас приоритетные задачи, может, какие-то вот разработки есть интересные, кроме того, о чем мы сейчас говорим? Мы работаем сейчас над развитием инфраструктуры. Идут серьезные программы при поддержке руководства ВУЗа по оснащению Центра с самым необходимым оборудованием. Мы обеспечиваем проведение различных мероприятий, которые осуществляются в университете. Как уже сказал, работаем над оборудованием, работаем над обеспечением этих мероприятий. Из таких ярких, это проектные сессии Тианирэм мы обеспечили раз, это проведение различных летних школ и проведение фестиваля науки, который был в Севастополе. Вот интереснейшее было мероприятие, посвященное морской науке в рамках Всероссийского фестиваля науки. И здесь единым фронтом выступили не только образовательные наши учреждения, мы и Московский университет, но и академические институты, которые у нас находятся. Кроме этого, поддержали ряд компаний, производителей различного оборудования, тоже было представлено на нашей площадке. Сейчас, надеемся, ближе к 23 февраля провести подобное же мероприятие, которое тоже охватит значительную часть, но уже не в морских исследованиях, а в морских технологиях. Надеемся, что школьникам будет интересно поуправлять подводными роботами, покататься на лодках и посмотреть вживую самые современные образцы водолазного снаряжения. Как раз хотел этим поинтересоваться, кроме студентов, кто-то сможет еще стать участником клуба «Школьники». Мы надеемся, но будут возрастные ограничения, что 16 и плюс. Так, надеемся, школьники — это одна из самых благодарных для нас аудиторий, там, где мы черпаем не только идеи, но и своих будущих абитуриентов. Для университета это прагматичный вопрос. Ну да, сегодняшние школьники, завтрашние студенты. Да, совершенно верно. А вот если вернуться к подводной археологии, к исследованиям, какая требуется подготовка? Такая же, как для водолазов обычных? Нет, здесь нужно обладать не только навыками водолазной специальности, причем достаточно высокого уровня, потому что, в принципе, уже в процессе экспедиции обучать сложно. То есть человек уже должен прийти уже с определенными навыками. Вообще, раньше мы привлекали к работе в экспедиции специалистов уровня ниже инструкторов, либо даев-мастеров. То есть люди, которые совершенно спокойно могут работать с водолазным снаряжением, легководолазным. Далее, должны быть навыки работы археологические, то есть чтобы человек понимал, хотя бы знал основы археологии, чтобы, проводя вот эти работы, он мог уже как-то свободно владеть вот этими методами археологических исследований. Кроме того, подводная археология предусматривает собой использование различного дополнительного оборудования. Это гидролокаторы бокового обзора, которые позволяют сканировать морское дно. Это довольно сложная техника, причем ее достаточно перечень широк. То есть гидролокаторы различаются по величине сигнала, и, соответственно, они могут работать на одних глубинах, на других, на других. То есть вот так вот. Соответственно, операторы вот этих гидролокационных комплексов, они должны быть довольно подготовлены и пройти определенную практику использования вот этих приборов. Отдельная совершенно тема — это использование роботов. Опять же, роботы могут быть для разных глубин, разных размеров. Соответственно, каждый район, он довольно специфический по течениям, по прозрачности воды, что актуально для роботов. Если, допустим, гидролокация может работать буквально при любой видимости, она совершенно не влияет. Влияет, может, даже больше температура воды, термоклины и так далее. То для роботов это уже актуально. То есть прозрачность воды, а, соответственно, на прозрачность воды влияет течение, состав грунта донного. То есть вот эти вот все факторы, они усложняют работу. И, соответственно, их приходится учитывать при планировании работ, при проведении работы. А, соответственно, человек должен обладать навыками для работы в тех или иных условиях, определенным опытом. Потому что иногда решения о применении того или иной техники, о возможностях ее применения, о том, как ее применять, они принимаются буквально на ходу, по ходу исследований. Соответственно, вот все, что я перечислил, люди должны быть к этому готовы. И это подготовка не одного года. И вот, соответственно, в рамках центра это возможно сделать. Но, опять же, не за один год. То есть специалист, он несколько лет готовится. — Вот вы сейчас упомянули роботов, да, всяких таких подводных. Вот откуда возьмется это оборудование? Ну что делают в Севастопольском госуниверситете? Насколько я знаю, там такие технологии людям под силу, что просто я им роботов поверю. — Ну, роботы, на самом деле, очень сложные механизмы. И роботы бывают разные. Они бывают телеуправляемые, бывают обитаемые. Это как бы отдельная, собственно, робототехника. И постройка роботов — это отдельное направление и науки, и техники. Соответственно, в основном сейчас планируется приобретение для Севастопольского университета роботов. Некоторые роботы нам предоставляют просто разработчики. Вот в данном случае гидролокационный комплекс нам предоставляет НПО «Экран». Они предоставляют очень такой современный и хороший комплекс гидро. Он на разные глубины работает, с разной частотой. Соответственно, там до глубины могут быть и до тысячи метров, могут приборы работать. От трех-четырех метров до тысяч. Вот. Соответственно, вот иногда разработчики даже. То есть они как бы одновременно и обкатывают технику, и ее, так скажем, испытывают, и она одновременно еще приносит научные результаты. С роботами будет примерно такая же ситуация. Но, опять же, роботы, я говорю, что они бывают от робота, который весит 3 килограмма, там, да, ну, таких, скажем так, игрушечных, да, вот. И до роботов там до полутора-двух тонн. То есть это все. А, соответственно, они используются для разных целей. Если роботам там в полтора-два килограмма, им просто осматривают какие-то неглубокие места, но узкости, да, что-то, как говорится, то, допустим, робот там в 700 килограмм в тонну, там, в полторы тонн, он уже приспособлен для работы на больших глубинах. Соответственно, выполнять он может уже более широкий круг задач. То есть здесь все очень так. Опять же, допустим, есть разные, так скажем, области его применения. Он может применяться и для подводной археологии, для картографирования морского дна. Может применяться для взятия проб грунта, для, допустим, морской биологии, для взятия проб для геологических исследований. То есть здесь огромные перспективы и огромный спектр их, вот, тех проблем, которые мы не могут решать. Это очень перспективное направление, вот эта робототехника сейчас в данных условиях. Вот, ну вот, я надеюсь, что в Севастопольском университете это будет развиваться. И, соответственно, вот на базе Центра морских исследований и технологий они могут и разрабатываться, и испытываться. Вот, к тому же вот сейчас мы предполагаем разработку и, так скажем, испытание комплекса по визуализации объектов подводных. То есть, допустим, камера находится в воде, а сам протянуты кабеля и позволяет управлять камерами, находящимися по воде, а сам монитор устанавливать на берегу. В принципе, эти технологии несложные, но они модульные. То есть там нужно подбирать камеры, подбирать провода специализированные, да, там, влагостойкие, проводящие, там, возможно, проводящие объема той или иной информации. Вот, а также мониторы. Ну, все весит комплекс, он должен работать, понимаете. То есть вот эти различные модули, они должны работать в связке. Вот это все необходимо подбирать, испытывать. То есть вот такие вот задачи, которые непосредственно можно решать, вот, перед экспедициями, а некоторые вещи испытывать и в ходе экспедиции. Ну, очень обширный такой, да, объем очень большой работы. А все одно за другое цепляется, понимаете. То есть когда нужно решить какую-то задачу, ты начинаешь думать, что, допустим, а вот здесь вот нужно использовать тот аппарат, а он может сделать то, но не может сделать другую задачу. Значит, нужно подумать, как, чтобы он решал сразу несколько задач. Допустим, использование подводных роботов немыслимо без использования на них локаторов, потому что робот иначе теряется, он слепой в темноте, ну, и в темноте, и при плохой видимости. То есть ему нужен локатор, значит, на роботе должен быть тот или иной локатор. Потом, допустим, варианты использования гидролокации на самом роботе. Потом сейчас, допустим, очень активно испытываются и применяются роботы вообще автономные, то есть необитаемо автономные. То есть он ходит самостоятельно, выполняет задачи, потом возвращается на базу. То есть это все сейчас робототехника, особенно морская, она очень далеко шагнула вперед. Вот, и надо успевать за вот этими всеми разработками, которые за рубежом, они там уже в некоторых местах внедрены или разрабатываются, у нас тоже разрабатываются, но вот нужно их как-то внедрять, испытывать. А, соответственно, внедрение тех или иных технических средств невозможно без испытаний, потому что в процессе испытаний являются те или иные проблемы их использования, или наоборот вырабатывается методика их использования. Понимаете, то есть здесь все очень важно, все одно за другое зацепляет. Вот у нас в Малой Академии Наук, да, вот, кстати, о робототехнике, в Малой Академии Наук есть целое отделение робототехники, дети там придумывают, изобретают довольно интересные такие вот аппараты. А почему в Севастополе? Вот видите, в Севастополе они могут заниматься изобретением именно морских приборов, да, а их огромный перечень, потому что морская среда для человека, в общем-то, такая, неестественная. Да, и поэтому лучше пусть какую-то часть работы, особенно на больших глубинах, их должны выполнять роботы. И человеку туда, как бы, если погружаться, то только в каких-то обитаемых аппаратах, да, или в жестких костюмах, да. А часть работы вообще может выполнять роботы, потому что работы на глубинах, там, свыше 40-50 метров, это уже, в общем, должен выполнять либо робот, либо обитаемый аппарат. Вот, ну, если продолжать вот эту вот тему, да, исследовательских вот этих вот всяких аппаратов, машин, вот этих роботов, то программа импортозамещения здесь тоже придерживаетесь, или все-таки вот нет? Вы знаете, но что-то, какие-то узлы, понимаете, все эти вещи, они, как правило, вот эти же роботы, они модульные. То есть, там, допустим, эти, можно ставить разные, там, допустим, двигатели, там, тех или иных производителей, да, там, допустим, блок управления, может быть, там, то есть, это такие вещи модульные, там, гидролокацию, гидролокацию можно ставить там тоже различные совершенно. Соответственно, здесь какие-то узлы, они лучше и дешевле их приобретают российские. Какие-то еще отечественное производство их не тянет, ну, они, возможно, либо не устраивают по техническим характеристикам, либо дорогостоящие, поэтому здесь, как бы, приходится использовать уже импортные. Но, естественно, чем лучше, больше будет локализация именно завязанная на Россию, вот это производство этих модулей, тем лучше, потому что это, как минимум, ну, надеюсь, хотя бы будет дешевле. Вот, как, допустим, на примере гидролокаторов, вот сейчас вот выпускают в Москве, в Жуковском, эти гидролокаторы, они и качественные, и недорогие, а, допустим, их зарубежные аналоги, они очень дорогие, понимаете, то есть, ну, при тех же возможностях их, как бы, технических характеристик. Ну, время нашего эфира истекает, поэтому вот пожелания тем, кому принадлежит будущее, нынешним школьникам, завтрашним студентам, по очереди, пожалуйста. Ну, хотелось бы пожелать и пригласить их, вот, принимать участие в морских исследованиях, потому что действительно очень интересно, и я думаю, что вполне возможно, придя просто посмотреть или там попробовать, они вполне возможно всю жизнь останутся, вот, не обязательно в морской археологии, но, может быть, берут специальность, вообще связанную с морем, а для Севастополя это очень актуально. Для этого делается все, для того, чтобы человек пришел, посмотрел, для того, чтобы он определился для себя. Сейчас очень пристальное внимание и в государстве, и в нашем университете, именно для работы с детьми, для работы с абитуриентами. Поэтому приходите, для этого создаются программы, для этого создаются летние школы, все доступно, приходите, учитесь, выбирайте свое будущее, занимайтесь любым делом. Не открывайте тайны, которые скрывают море. Не открывайте тайны. Это была программа в контексте о подводных археологических исследованиях в Севастопольской акватории. Говорили со старшим научным сотрудником Института Востоковедения Российской Академии Наук, кандидатом исторических наук Виктором Лебединским и начальником Центра морских исследований и технологий Севастопольского государственного университета Дмитрием Татарковым. Далее в эфире вы увидите еще очень много интересного. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин